Всем привет! Меня зовут Алина и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. В этом видео я хочу показать, как можно сделать вот такой оригинальный подарок в форме сердца ко дню всех влюбленных. Я очень давно смотрела в интернете на такие картинки, что делают такое объемное сердце. Можно туда положить любые конфетки или какие-то другие подарки. Я положила туда шоколадные конфетки, тут у меня есть небольшой вход, а также я сделала все картинки, которые присутствуют в жвачке Love is. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписана, а также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. В магазине нужно приобрести шарик в форме сердца. Шарик я надула вот до такого размера, не хочу надувать его полностью, мне такого размера хватит. Далее нужно нарвать очень маленькие кусочки бумаги для папье-маше. В этот раз вы можете взять газету, какие-то салфетки, ну а я использую, как всегда, белую бумагу. Нужно нарвать очень маленькие кусочки, чтобы шарик был максимально гладкий. На сердце такого размера у меня ушло примерно 8-9 листов бумаги формата А4. Ну вот я заготовила, лучше сразу нарвать побольше, чтобы потом в процессе уже не отвлекаться. В емкость я налила немного воды и далее нужно поместить туда отрезки бумаги. Они немного намокнут и таким образом вы сможете легко уже приклеивать к шарику. Так нужно обклеить весь шарик первым слоем, водой и бумагой. Не перестаю удивляться этому потрясающему виду творчества, как папье-маше. Оно очень успокаивает и шарик получается как небольшой пазл или мозаика. Очень красивый результат. В качестве подставки я использую небольшой стаканчик. Кто смотрел видео по созданию больших конфет, уже видел его. А если у вас есть какие-то предметы, которые вам помогут в вашем творчестве, то конечно используйте их, чтобы вам было удобней. Потому что держать шарик в руке, складывать его на стол не очень комфортно, то я пользуюсь такой подставкой. И еще дам такой небольшой советик от меня. Когда вы приклеиваете первый слой воды и бумаги, то лучше держите какую-то тряпочку под рукой, так как вода стекает вниз и потом ее лучше вытереть. И вот так я обклеила свой шарик. Конечно, есть небольшие неровности, но все же мелкими частичками обклеивать намного лучше. Далее для второго слоя я уже буду использовать клей. Многие пишут в комментариях, какой же клей я использую и я вам его показываю. Добавляю клей в остатки воды и хорошенько перемешиваю. Должна получиться однородная масса. И затем наношу кисточкой клей и далее таким же образом приклеиваю частички бумаги. И поверх второго слоя нужно тоже нанести клей, чтобы все хорошо держалось. В этот раз я буду использовать два слоя бумаги, хотя в конфетах я использовала три. Сердце получается плотным и оно выдержит достаточное количество конфет или какой-то другой подарок. А еще у меня в планах сделать шарик лол. Если вы хотите такое видео, то обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки под видео и я тогда пойму, что вам это видео будет интересно. А может у вас есть какие-то еще идеи по пьемоше, напишите тоже об этом в комментариях и мы вместе с вами обсудим. Шарик я свой обклеила, его нужно оставить на сутки, чтобы он полностью высох. Накануне я сделала такой же шарик, он у меня полностью высох и я на нем проводила различные эксперименты, чтобы показать вам видео. Изначально я пробовала наносить краску без шпатлевки, но сердце получалось неровное и некрасивое. А тут я уже нанесла шпатлевку, ждала когда она высохнет, зашлифовала и дальше уже нанесла краску и посмотрите какой результат. Думаю, если вы делали дома ремонт, то шпатлевку у вас точно найдется, ее нужно совсем небольшое количество. Шпатлевку я наносила рукой, но вы можете взять шпатель или какие-то другие инструменты. Ее нужно нанести на все сердце и я наносила на то сердце, которое использовала накануне. Нужно было наносить ровно, стараться убирать все комочки, чтобы в дальнейшем сердце получилось гладкое. И шпатлевка очень хорошо маскирует бумагу и я не пожалела, что я ее использовала. Шарик я свой полностью покрыла шпатлевкой, теперь его тоже нужно оставить высохнуть на целые сутки. И вот мой первый шарик, который мы с вами обклеивали бумагой вместе, он полностью просох и стал плотным. И теперь я спускаю шарик и мне очень интересно, хорошо ли у меня получится его достать. И в принципе мне очень легко достался шарик, обязательно делайте первый слой на обычную воду, тогда вы его легко извлечете. Слава богу, сердце у меня не сдулось, так как хорошо просохло. Обязательно дождитесь этого момента, чтобы не получилось неприятных ситуаций. Дома я у нас, к сожалению, не нашла шкурки, а нашла вот такой диск, но в принципе им тоже получилось хорошо зашлифовать поверхность. Не буду вас учить, как это правильно делать, просто нужно сглаживать все неровности, чтобы поверхность была гладкой. А если вы хотите сделать сердце еще более твердым, нанесите второй слой шпатлевки, так оно будет очень-очень плотное. Наконец-то я закончила со шлифовкой и получилось вот такое сердце. Далее нужно закрыть отверстие от шарика, я нанесла горячий клей и приклеила туда два слоя бумаги. Затем нужно нанести слой шпатлевки, чтобы бумагу было не видно и дать высохнуть. И точно таким же образом нужно зашлифовать поверхность, чтобы она стала гладкой. И вот наконец-то мой шарик получился. И вы тут скажете, Алина опять будет без конфет, не переживайте, дальше я покажу как я делала отверстие и туда я поместила конфеты. Далее я буду красить сам шарик. Краску я вам решила показать, которую использую, чтобы вы тоже смогли найти такую или подобную. Краску я разбавляла немножко с водой, потому что она ложилась очень сухо и также я использовала подставку, чтобы не заляпать весь стол и тоже вам советую попробовать. Вы можете взять не только красный цвет, а какой-то розовый или другой. Когда я выбирала краску в магазине, мне очень много попалось перламутровых оттенков, которые бы тоже смотрелись очень здорово. Но я все-таки решила сделать классический красный цвет. Первую сторону сердечка я полностью покрыла краской. Мне удобнее было просушить сначала одну сторону, а затем уже покрасить другую. Вы можете покрыть сразу полностью. В интернете я нашла вот такие картинки, ссылки на шаблон я оставлю в описании под видео. Кто захочет делать такое сердце, обязательно скачивайте, надеюсь они вам помогут. Надпись love is я вырезала с голубой картинки, а девочку и мальчика вырезала с другой, так как они побольше. Еще я вырезала месяц и травку, так смотрелось еще более реалистично. Печатала я на обычной бумаге, но вы можете напечатать и на самоклеящейся бумаге, так это упростит вашу работу в дальнейшем. Печать этих картинок у меня вышла недорого, примерно 25 рублей. И наконец-то все детали я уже подготовила. Далее я приклеивала на двухсторонний скотч и тут я подумала, почему же я не напечатала на самоклеящейся бумаге. А еще я поняла, что есть разные самоклеящиеся бумага, одна приклеивается хорошо, а другая не очень. Это уж как повезет, но на двухсторонний скотч держится просто отлично. Наконец-то мое сердце просохло и теперь я покажу, как я делала отверстие. Я взяла маникюрные ножницы и вырезала небольшой прямоугольник. И сейчас я предвижу некоторые комментарии, что как все же осыпалось, шпатлевка стала белой, краска отпала, ничего страшного, это все можно потом покрасить. Я дома нашла подходящие по цвету конфетки, они шоколадные, очень вкусные, а также добавила некоторые леденцы. В сердце я поместила примерно 300-400 грамм конфет и поверьте, это даже не ощущается, сердце не просело и не распалось. Далее шпажкой я продела два отверстия для ленты. Дома у меня была широкая красная лента, из которой нужно будет сделать бантик. Продеваю ленту в отверстия и завязываю. Белые места я закрашиваю краской и даю высохнуть. Затем уже с другой стороны я приклеиваю все подготовленные картинки. Конечно вы можете украсить сердце любыми другими картинками, которые вам будут по душе. Но сейчас эти сердца становятся популярными и я решила обязательно для вас его повторить. Ну что ж на этом у меня все, надеюсь это видео вам понравилось, а главное было полезным. И вы тоже сможете сделать такое классное сердечко. Подписывайся на мой канал, оставляй комментарии под видео, а также не забывай ставить лайк. До новых встреч, а я вас очень сильно люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok